Игры, которые мы знаем и любим, иногда подводят нас и выдают не самые лучшие результаты. Это происходит по разным причинам. Кто-то просто не рассчитывает свои силы, кто-то просто обманывает игроков, а другие ищут только денежную выгоду и плевать хотели на своих покупателей. Так почему же игры становятся все хуже и хуже, деградируют? Сегодня мы в этом разберемся. Всем привет, меня зовут Яна, вы попали на канал Леди Вескер. Это вторая часть ролика о том, куда катятся игры и почему игровая индустрия деградирует. Первую часть вы можете посмотреть по ссылке в описании, а пока что ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. В первой части видео мы разобрали много тем, от чего же игровая индустрия терпит крах и почему именитые разработчики выпускают отнюдь не дешевые, но плохие игры. Забагованные, неинтересные и просто проходные. Причин много, от производственного ада, где никто не успевает подготовить игру к сроку релиза, до культуры осуждения, в чем виноваты иногда и сами игроки, которые могут осудить качественный продукт за одну маленькую ошибку. Наверное, вы в курсе, что сейчас очень модно выпускать ремастеры и ремейки. Вы считаете, что разработчики это делают, чтобы повысить производительность игры и улучшить графику? Возможно, в каких-то играх так и есть, но в некоторых случаях это обычный сруб бабла. Вспомните Skyrim и его многочисленные версии, выходящие на всех платформах, или GTA V, которая была выпущена на всем, разве что на магнитоле ее нет. Таких примеров уйма, разработчики пытаются таким образом нажиться на игроках, хотя тем самым портят свою репутацию. Лично я вообще не понимаю, зачем нужны ремейки, ведь графика особо не отличается от того, что мы видим. Единственная причина – потянуть игру для современных ПК и консолей, но не продавать ее за полную стоимость, особенно для владельцев оригинала. А ведь бывают те, кто продают за фулл прайс, но некоторые действительно владельцам оригинальной игры ремастеры выдают бесплатно. Так было с серией Darksiders. Я сама обладаю оригинальной версией в Стиме и обнаружила, что ремастеры теперь тоже появились в моей библиотеке. Помимо ремастеров есть ремейки, но здесь уже чуть посложнее, потому что, по сути, это новая игра, сделанная с нуля. Разработчики берут старую версию, переделывают ее и выпускают. Иногда изменениям подвергается даже сюжет, а иногда ремейк бывает короче оригинала, чем совсем не радует фанатов. Хороший пример ремейка нам продемонстрировали разработчики Capcom, когда выпустили Resident Evil 2, хотя с третьим ремейком они немного подкачали, пропустив некоторые моменты сюжета. А вот плохой пример – The Last of Us, где изменили только графическую составляющую, оставив геймплей таким же, каким он был в старой игре. И продают такой шедевр за фулл прайс. Ну и что же это, как нежелание срубить деньги? Но помимо ремастеров и ремейков существует другая сторона медали. Даже две. Первое – это дополнение для игр. Я не говорю о косметических предметах, которые продают даже для некоторых одиночных игр. Есть также сюжетные дополнения, которые сделали заранее, а продают позже. Полноценную игру режут на части, чтобы продавать в качестве дополнения ее четверть. Да, и такое бывает. Туда же можно включить поэпизодные игры. Например, Teltal Games любила заниматься таким выпуском. Пока ждешь следующий эпизод, уже забудешь, про что сама игра. Порезанные игры оставляют не очень приятные впечатления, а уж дополнения, которые стоят почти как сама игра, вообще негативно сказываются на ощущениях от проекта. Второй камень преткновения – игры-сервисы. Сейчас они стали очень модными. Особенно часто к такой концепции распространения прибегают жадные студии. Давайте для начала разберемся, что такое игра-сервис. Это проект, где покупатель платит деньги за контент, который выходит для игры. Считайте это подпиской на игру. Раньше MMORPG пользовались таким форматом, да и сейчас тоже. Купил подписку, получив много бонусов, и играй себе дальше комфортно. Среди такой модели распространения выделю пару игр, чтобы вы понимали, о чем речь. World of Warcraft, Gears и Black Desert. В нее можно поиграть и бесплатно, но с подпиской вы прокачаете своего персонажа намного быстрее. Сейчас таким способом зарабатывания денег пользуются не только онлайн-игры, но и синглплеерные. Например, Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft добавили в свою игру магазин, где можно за реальные деньги купить буст прокачки персонажа, ресурсы, косметические предметы и другое. Впервые такой магазин появился в Assassin's Creed Origins. Конечно же, тем самым разработчики вызвали гнев игроков, где это видано, чтобы, играя в одиночную игру, мы покупали буст прокачки за реальные деньги. Конечно же, вскоре все это было взломано, и игроки без зазрения совести пользовались взломом, чтобы добыть нужные ресурсы совершенно бесплатно. В Odyssey, в следующей игре Ubisoft, поставили защиту, но и ее по прошествии времени взломали. И такие внутриигровые магазины частично появляются то тут, то там. Они говорят о желании разработчиков заработать больше денег, а обычно такие игрушки замечают за крупными студиями – Ubisoft, Blizzard и другими. Это не делает им чести, как и их проектам. Игры-сервисы действительно приносят много денег студиям, намного больше, чем обычные одиночные без доната. К сожалению, многие игроки готовы платить деньги за воздух, даже особо не заморачиваясь над тем, что им продают. Ведь обычно такие игры, кроме косметики и опыта для прокачки, ничего не дают. Где глубокий сюжет, хорошо прописанные персонажи, атмосферы игры? В сервисах такое можно увидеть редко, и несмотря на вливание огромных денег со стороны игроков, зачастую, рано или поздно, такие проекты глохнут и приносят ущерб репутации. Так неужели разработчики готовы рисковать доверием фанатов, только чтобы заработать лишнюю копейку? Многие игроки, особенно олды, любят говорить, что раньше игры были лучше и интереснее, а все, что выходит сейчас – фигня. Раньше было лучше, трава была зеленее, грудь Ларри Крофт больше, а миры в RPG-играх интереснее. Так ли это? Сейчас разберемся. Проблема кроется не в играх, а в психологии человека. Чем старше мы становимся, тем сложнее нас удивить, мы привыкаем ко всему, чувства притупляются, а полученный в жизни опыт делает нас мудрее, но именно он мешает получать те самые первозданные эмоции от игр. В детстве, когда мы играем в определенную игру, какой бы пиксельной или мыльной она ни была, от нее мы испытываем свои первые эмоции, первый опыт прохождения и переживания, нам еще неведомы крутые повороты сюжета или необычный геймплей. В нежном возрасте всегда испытываешь яркие эмоции, это факт, а уже повзрослев, вряд ли можно к тому же Фортнайту испытать восторг. Редкие игроки, возраст которых перевалил за 20-25 лет, могут испытать удовольствие, покупая новый скин любимого героя в игре или побеждая врага. То же самое и в одиночных играх. Казалось бы, вот ты проходишь ремейк мафии, вроде сделано все добротно и хорошо, но ты не испытываешь тех эмоций, которые когда-то были при прохождении оригинала. Тогда в детстве это было настоящее приключение, те эмоции непередаваемые и даже в ремейке ты не сможешь их испытать. Только вот, включив оригинальную мафию на PlayStation 2, вряд ли можно почувствовать те эмоции снова. Почему-то графика кажется ужасной, геймплей деревянным, а враги постоянно убивают и вообще, что это за кривая какашка? Куча игр с шикарной графикой и геймплеем. Выбирай не хочу, но нет, ведь раньше было лучше, а сейчас игры фигня. То сюжет не такой, то геймплей, то еще что-то не нравится. Нет, друзья, игры остались такими же необычными, просто вы зажрались. Вот это поворот! Ладно, я шучу, возможно некоторые игры все-таки плохие, но не все. Некоторые из проектов действительно не претендуют на игру года, но многие из них выделяются и по-прежнему готовы дать своим игрокам незабываемый экспириенс. Более молодое поколение это ценит и наслаждается, а те, кто старше, обычно скептически относятся к новинкам. К сожалению, такова наша натура. Не все любят меняться вместе с миром, оттого некоторым кажется, что почти все видеоигры из себя ничего хорошего не представляют, но это не так. Просто тренды и мода идет вперед, ну или назад, а мы в большинстве своем не хотим этого. Но без движения невозможно жить дальше. Разобрав так много, теперь мы стоим перед выбором. Неужели современные игры действительно уже не способны удивить? Разработчики делают продукт ради денег и хайпа, а не чтобы поделиться чем-то новым и интересным. Есть маленькие студии и инди-игры, многие из них выделяются на фоне крупных проектов, и я считаю, что именно за такими продуктами будущее. Разработчики делают такие игры с любовью, несмотря на тренды или деньги, и таких надо поддерживать. Игровая индустрия — это огромная машина по переработке денег, но также это культура, как книги или фильмы. Игры — это новый способ самовыражения одного человека, группы или нескольких сотен людей. И хотя в России данная индустрия не такая крупная, и на нее особое внимание не обращают, но многие современные люди выросли на играх. Это часть нашей жизни — хобби, работа, просто развлечение на пару раз, а для некоторых даже болезнь. Благодаря играм развиваются технологии, ведь на чем можно поиграть, если ты вроде игру придумал, а современная машина ее не тянет? Нужен новый, более мощный чип, который ты вставишь в видеокарту или процессор. Игровая индустрия за последние 10 лет развилась до небывалых высот. Помимо компьютеров и игровых приставок, придумали VR-очки, которые переносят вас в другую реальность. Ну, почти. И хотя ты понимаешь, что находишься в своей комнате, мозг думает чуть-чуть иначе. Многие считают, что за данным девайсом будущее видеоигр. Все возможно. Все-таки не просто так был написан, а потом экранизирован фильм, первому игроку приготовиться. Появляются метавселенные в играх, где люди взаимодействуют друг с другом, а не просто убивают. Например, одна из самых известных метавселенных — это Fortnite, ведь там не только можно играть в королевскую битву. В игре существует множество режимов, где игроки взаимодействуют друг с другом. Там устраивают виртуальные концерты разнообразные знаменитости, и выглядит это по меньшей мере весело. Есть в игре и коллаборации с другими популярными франшизами. В MMORPG тоже есть некое подобие метавселенных — тот же Warcraft или Elder Scrolls, где люди, помимо прохождения совместных заданий, просто общаются друг с другом в чате, текстом или голосом. Это способ взаимодействия друг с другом. Если раньше мы выходили на улицу, чтобы посидеть на лавочке или сходить в клуб, то сегодня мы все это делаем дома, сидя в удобном кресле за компьютером или консолью, а в клубы мы ходим виртуальные. Хорошо это или плохо? Ну, данную тему можно развивать долго, ее хватит на еще один ролик. Просто метавселенные существуют в играх и продолжают расти. Искусство и культура в каждом веке развивалось по-разному. Они всегда переживали периоды деградации, подъема и прорыва. В современном мире существуют разнообразные игры, большинство из которых принято встречать и обсуждать в негативном свете. Однако не все так плохо. В любом случае, игроки тоже имеют право на мнение и влияют на разработчиков, особенно тех, кто дает обратную связь. Я не думаю, что игры скатятся в помойку. Я считаю, что это время игровая индустрия переживет. А как будет дальше? Что ж, поживем увидим. Спасибо всем, кто посмотрел ролик до конца. Поставьте ему лайк, оставляйте комментарии, если вам есть что сказать по поводу будущего видеоигр. И подписывайтесь на канал. Играйте только в хорошие игры. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok